Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Вчера глава Республики Саха-Якутия Асин Сергеевич Николаев подписал указ о продлении режима повышенной готовности на территории Якутии по 15 января 2022 года. Данное продление означает, прежде всего, соблюдение всех тех правил ограничений, которые были установлены до этого периода. Оценивая санитарно-эпидемиологическую обстановку в Республике, необходимо обратить внимание, что за прошедшие сутки управлением Роспотребнадзорова выявлено 250 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе дети и подростки, составляет 50 ребятишек. Из 200 случаев, которые выявлены, непривитых 194 человека, это составляет 97%. На настоящий момент в стационарах Республики получают лечение 1385 пациентов, а в состоянии средней тяжести находятся 1285 наших сограждан. В тяжелом состоянии 110, из них непривитых 108 человек. В отделениях реанимации врачи борются за жизнь 31 крайне тяжелого больного жителя нашей Республики. Уважаемые жители нашей Республики, сегодня основным моментом, который является для всех наиболее важным, является процедура вакцинации, которую необходимо пройти для того, чтобы эти осводки, которые мы сегодня передаем на брифингах оперативного штаба, были менее тревожными для нас всех. Наиболее напряженная ситуация по заболевшим в Мирненском и Лусе, где за сутки зарегистрировано 23 случая, в Нюрингринском, где зарегистрировано 18, в Ангаласском – 12, в Алданском – 11, в Жиганском – 10, в Оленюкском – 9, в Амгинском – 8, в Мегинокангаласском – 8. Из этих улусов достаточно низкие темпы вакцинации сохраняются в таких улусах, как непосредственно в Амгинске и в Мегинокангаласске. В связи с чем оперативным штабам этих улусов дана строгая установка усилить работу по увеличению темпов вакцинации. На настоящий момент первым компонентом в республике привито около 67% взрослого населения. Наиболее низкие темпы вакцинации сегодня характеризуются для Амгинского, Верхневилюйского, Кобяйского, Мирненского, Намского, Нюрингринского, Алёкминского, Уссалданского и Чуропчинских улусах. Особое внимание хочу обратить на ситуацию в Уссалданском и Чуропчинском улусе, в которых необходимо также усилить работу по вакцинированию граждан республики в связи с реально большим количеством тяжелых случаев в Уссалданском и Улусе и, соответственно, с высоким уровнем летальности относительно небольшого количества граждан, проживающих в этом районе. Уважаемые жители республики Сахай-Кутя, Наше с вами ответственное поведение к здоровью, к собственному, оно прежде всего сохраняет здоровье тех, кто находится рядом с нами. В связи с этим всех приглашаем на вакцинацию в медицинские учреждения республики Сахай-Кутя.